Как придумать идею для канала? Чтобы придумать идею для канала, по большому счету, это все, все, все очень просто. Вы должны понимать тот момент, в котором вы компетентны, где вы лучше всего разбираетесь, о чем вы можете рассказать. И при этом, это может быть не обязательно блок о вас. Потому что, будем честны, ваша личная жизнь, когда вы еще неизвестная персона, никому не интересна. Если вы будете давать полезный и интересный контент, то тогда вас будут смотреть. Надо понимать, что люди, по большому счету, они меняют свое время на ваш видеоконтент. Если вы будете давать полезный и интересный контент, тогда хорошо. А если не совсем, люди просто не будут смотреть. Сейчас блогов, смотрите, если раньше, вот когда мы начинали это, в 2000, допустим, восьмом году, раньше, в 2008 году, любой контент был интересен, потому что его было мало. И многие каналы, люди просто засматривали до дыр, смотрели, обсуждали ролик, да, там автор выпускал там ролик один раз в месяц. И это все было обсуждали, его ждали, то теперь не так. Теперь огромная масса, 400 тысяч часов загружается видео в YouTube в минуту. Представляете, огромный момент. И эта цифра растет. У нас в школе есть прям выдержки от того, с какой большой, какая прогрессия становится YouTube большая. Поэтому идеи, где брать идеи, уже нового ничего нету, уже все давно придумано. Лучше всего, конечно, это те компетенции, которых вы понимаете. Или же, как вариант, вот я знаю хорошие примеры, когда у девочки не было каких-то компетенций, у девушки, там уже не девочка, да, и она начала снимать видеоблог про свою бабушку, как бабушка готовит на кухне. И у нее получается. У другой девушки тоже не было там, никаких особо компетенций, но она очень хорошо умела выносить мозги продавцам. Я предложил, давай будем снимать видеоблог про то, как ты ходишь по магазинам и что-то покупаешь. Тоже интересно, да. То есть должны быть компетенции. У Феди, допустим, да, вот у него какие компетенции, допустим, в 10 лет. Он делает хорошие там проекты, да, он рисует там хорошие там, но это пока мало кому интересно. И мы предложили сделать ему канал на основе школ. То есть школа получилась случайно, потому что школа – это компетенция, где я рассказываю своим клиентам, которые есть у меня по работе, как вести канал. И каждый раз я рассказываю им буквально одно и то же. И я говорю, давай, Федя, я тебе буду объяснять, да, и будем заливать на YouTube. И так это получилось. Я свои, у меня есть свой канал, называется «Бутик идей». Там, где я каждое утро разбираю и делаю аудиты чьих-то сайтов, чьих-то каналов там на YouTube, да. И это выкладываю в интернет, в YouTube. И это мои компетенции. Поэтому ваши идеи – это ваши компетенции. Надо четко для себя понимать. Но еще один важный момент. Посмотрите англоязычный YouTube. Потому что все самые интересные идеи, все самые интересные каналы, которые вы видите сейчас в русскоязычном YouTube – это просто девяносто процентов. Ну, девяносто пять. Пять процентов есть свои. Но девяносто пять процентов любых каналов – это копия, переведенная на русский язык англоязычных каналов. Вот буквально, да. И если вы обратите внимание, то там просто на англоязычном канале выходит ролик на русском, на английском языке, да. И тут же, на популярном канале, популярный видеоблогер делает его на русском языке. Он ничего не изобретает. Он просто переводит этот ролик и у него получается. Поэтому идея для вашего канала не должна быть уникальной. Идея для вашего канала должна быть понятна.